Музей имени Арсеньева вновь покажет экспонаты из собрания музеев Московского Кремля. Новый проект «За службу и храбрость. Награды России» представит период с конца 17 века до настоящего времени. А это значит, жители и гости Приморья смогут познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, СССР и современной России. Мы здесь показываем самые известные, самые знаменитые награды не только Российской империи, но и Советского Союза. Мы впервые привезли полководческие ордена, которые были созданы во время войны. И многие увидят ордена, которые они видели на фотографиях дедушек, ну кто-то, наверное, отцов. Первая часть выставки посвящена императорскому периоду. Звезда коллекции – знак ордена святого Андрея Первозванного, который принадлежал Петру Великому. Здесь же собраны атрибуты придворного церемониала и иконы с образами святых покровителей российских орденов. Мы приготовили для вашего города, для жителей города и Дальнего Востока большой подарок. То есть сделали акцент именно на службе и храбрости. Посетители выставки собрания музеев Кремля узнают о наградной системе Советского Союза, которая стала новаторской и для отечественной, и для мировой традиции. Увидят знаменитые боевые награды – ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Эти атрибуты доблести напомнят о славных страницах отечественной истории. Реакцию коллекционеров вообще сложно представить. Эти регалии уникальны. Добавим, для знающих во Владивостоке представят статут подписанной императрицей Екатериной Второй. Мы впервые показываем издание статута Святого Георгия, подписанной Екатериной Второй 26 ноября 1769 года, об учреждении ордена. Этот статут хранится также в нашей коллекции, и оригинала статута никто не увидел. Впервые увидите вы. Наряду с раритетами Российской империи и СССР на выставке можно познакомиться с наградами России. Они демонстрируют преемственность с орденской системой дореволюционного и советского периодов. Выставка «За службу и храбрость» откроется 3 октября в залах Музея Арсеньева. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.